МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И стал причиной порыва. Любопытно, что случился он, когда температура в городе составляет всего минус 6 градусов. Жители с беспокойством ждут сильных морозов. Ну а между тем, в Барнауле сегодня устраняют порыв на водопроводе. Напомним, утром по адресу Попова, 39, произошло повреждение. Без холодной воды до сих пор остаются 4 многоэтажки и 4 административных здания. К домам осуществляется подвоз воды. Аварийно-восстановительные работы продолжаются до полного устранения ЧП, сообщили в пресс-службе Барнаульского водоканала. Ну и в продолжение коммунальной темы. Горожанам и предприятиям, которые раньше покупали тепло у МУП «Энергетик», эта зима обойдется дешевле. Уже в декабре им пришли новые облегченные квитанции, в которых плата за отопление меньше в среднем на полторы тысячи рублей. Анастасия Дороган продолжит. Топят также, платим меньше. На новый тариф жители Южного и части Центрального района этой зимой перевели в связи с переходом к новому ресурсовику – барнаульской генерации, которая входит в сибирскую генерирующую компанию. Фирма была идеей на теплоснабжающие организации в большей части Барнаула. А с этого года по закону распространила свой статус на весь краевой центр. Даже с учетом долга предыдущему поставщику тепла, Надежда Петрова уже посчитала разницу в суммах. За нее еще боролись, чтобы так перевели нас к городу, потому что в городе почему-то почти наполовину дешевле отопления. А у нас очень дорогое. Нам какой-то возврат шел. Этим возвратом многим жителям Южного компенсировали разницу в тарифах. Прежний ресурсовик, мубэнергетик, работал на котельных, где себестоимость тепла дороже. Нынешняя барнаульская генерация поставляет потребителям тепло, произведенное на ТЭЦ. Поэтому жители других районов краевой столицы всегда платили меньше. Теперь всех горожан привели на средний тариф. 35 тысяч барнаульцев сегодня, у них произошло снижение тарифа. У другой части населения произошел небольшой рост. То есть у одних снижение произошло на 40%, и у других рост на 2,7%. Единая теплоснабжающая организация несет ответственность за теплоснабжение своих потребителей. И поэтому обязана в частности регулярно проводить ремонт, модернизацию и строительство тепловых сетей. В этом году на эти цели было выделено 815 миллионов рублей. А в следующем сумма превысит миллиард. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, Андрей Печоркин. Наши новости. С 15 декабря барнаульцы смогут пополнять транспортные карты или, по-другому, проездные по новым тарифам. Напомним, со следующего года в краевой столице начнут действовать новые тарифы за проезд в общественном транспорте. Теперь за одну поездку без проездного в автобусе, трамвае и троллейбусе придется заплатить 23 рубля, а в маршрутном такси 25. Но барнаульцам предлагают немного сэкономить. В среднем на 2 рубля за каждую поездку. Для этого рассчитывается за проезд нужно с помощью транспортной карты. Пополнять их с учетом новых расценок можно уже с середины декабря. Барнаульцы могут выбрать один из семи тарифных планов. Подчеркнем, все действующие тарифы подорожали. Разбег повышения составляет от 8 до 40%. При этом некоторые, такие как для малообеспеченных студентов, например, и вовсе отменили. Но зато ввели несколько новых тарифов. Для смены одного из них на другой нужно убедиться, что на карте не осталось поездок, иначе они просто сгорят. Ну и добавим, что получить консультацию по вопросам пополнения электронных карт, продления действующих или оформления новых тарифов, можно по телефону, который сейчас на ваших экранах. В сети интернет сегодня появилось видео ДТП в камне на Аби. На кадрах видно, как иномарка темного цвета на скорости въезжает в толпу людей, стоящих на остановке. Правоохранители установили, что за рулем находился мужчина 55-го года рождения, который не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов. По данному факту, автоинспекция проводит проверку. По предварительным данным, в дорожно-транспортном происшествии пострадали 6 человек, которые получили травмы, не опасные для жизни и здоровья. Госпитализация не потребовалась. Но в краевой столице автоинспекторы в ближайшее время планируют проверить, насколько безопасны барнаульские горки. На днях к нам в редакцию обратились жители улицы Микронной. Здесь появилась горка, скатившись с которой можно угодить прямо под машину. Родители сносить ее не хотят, а просят перекрыть для безопасности дорожное движение. Почему им не хотят идти навстречу ни власти района, ни автоинспекторы, знает Ирина Корчагина. Ушел мужчина, разгрузил грузовую машину, развернулся и уехал. Здесь трое ребятишек было на горке, когда он вываливал. Это война грузовых машин и детей продолжается больше месяца. На узкой дороге по улице Микронной школьники залили горку. Каждые пять минут проезжают машины. В прошлом году в казенной заимке с такой же дворовой горки мальчик скатился прямо на проезжую часть. Получил сотрясение мозга. Родители боятся за жизнь своих детей, но признают, кататься больше негде. Здесь нам просто нужно дорогу закрывать. Не приспособлена она здесь дорога. А здесь же гаражи? Нет, ребята, я с этим гаражей разговаривал, они не против, они объедут. Анатолий возмущен. Глава железнодорожного района его предложение не поддержал. Наоборот, отправил технику, чтобы снести ледяную постройку. Но спустя 40 минут маленькие бунтари залили новую горку. В комитете по дорожному хозяйству мужчине ответили, что причин закрывать дорогу, ведущей в поликлинику и в школу, нет. Очень много дорог есть в объезд. Пускай ездят, как удобнее. Ну так вы же поехали именно по этой? Ну потому что мы с поликлиники, она открыта. Конечно, закрыта, мы не поедем по ней. Как будут попадать туда жители, проезжать. И автомобили, спецслужб, если в случае пожара, кому-то скорая помощь понадобится. А дорога будет закрыта. Скоро такие опасные горки станут объектом внимания еще и со стороны сотрудников ГИБДД. В преддверии новогодних праздников и зимних каникул инспекторы проведут операцию «Горка». Все сомнительные ледяные постройки будут снесены дорожными службами. Ирина Харчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Ну а сейчас в нашем эфире еще один сюжет о людях с нелегкой судьбой. Напомним, мы запустили целую серию подобных материалов. Они лишены любви, не знают, что такое семейный уют и праздничное застолье. Перед Новым годом мы знакомим разных по возрасту, но одинаково одиноких детей и стариков. В надежде. Эта снежинка у нас с тобой будет волшебная, и она принесет кому-то счастье. А что такое счастье? Этот ребенок понял только в детском доме. Алисе 8 лет. Ее нашли на улице поздно вечером сотрудники полиции. Это было два месяца назад. С тех пор мама так и не приходила. Алисе говорят, что она очень занята и много работает. В первое время была очень напугана, беспокойна, плохо спала, кричала ночью, но все равно не хочет идти домой. И сейчас не хочет идти домой. Ведь дома больше никто не ждет. Бабушка умерла. Маму, скорее всего, на днях лишат родительских прав. Есть родственники, но особого интереса к ребенку, и они не проявляют. Сейчас Алиса учится во втором классе, но читает плохо и пишет печатными буквами. Часто прогуливала школу. На вопрос «почему?» ответила «потому что маме хотелось спать». Я люблю свою маму. Мне много лет, и я люблю свою маму. А ты? Люблю, но она за всех кричит на нас с Алиной. Кричит? Но ты ее все равно любишь? Ну за что ты тогда ее любишь? Она на нас не кричала, я ее любила. Когда она не кричала, ты ее любила? Она кричала на нас потом. Все равно кричала? Я на нее обиделась. Ты обиделась? Мама. Этим словом Алиса называет всех женщин, которые сейчас ее окружают. Ребенку очень не хватает любви. Что-нибудь копошусь. Там воротнички, вот, Алина, воротничок связала. Сейчас воротничок покажу. Хороший ей поет. Что такое любовь близкого человека, не знает, или, вернее, уже забыла и Валентина Самохина. Ей 85 лет, и живет она в Барнаульском доме-интернате. Жизнь прожила, ну, пожалуй, цене на что, чтобы где-то кто-то меня обижал. Нет, все хорошо. И здесь хорошо очень даже. Все хорошо, но вот ни детей, ни внуков кто нежно и с любовью назовет бабушкой. И так ли это приятно слышать? Женщина этого не знала и лишь сегодня. Благодаря нашей съемочной группе поняла, как хорошо, что есть внучка. У вас никого нет, да? А? У вас никого нет? Никого у меня тоже никого нету. Одна я живу. Ну, как хорошо. Ты посмотри, как хорошо. Ну-ка, посмотри. Понравится? Нравится? Теплый шарф, два берета, носочки, а еще множество сладостей и то, что стояло на полке. Баба Валя готова была отдать Алисе все. Она проводит ребенка, а после будет долго смотреть ей вслед. Алиса вернется в детский дом и тоже будет долго стоять у окна. Теперь у нее есть бабушка, но нет мамы, которую девочка все равно ждет. Елена Кузовкина, Александр Антропов. С 15 декабря барнаульцы смогут купить главный символ Нового года – живую елку. Всего в этом году в краевой столице откроются 72 точки по продаже хвойных деревьев. Официально торговать елями начинают в первых числах декабря, но старт массовым продажам будет дан в субботу. Для этого в Барнауле выбрали 72 площадки. Больше всего елочных базаров развернется в индустриальном районе города. Торговые точки обещают празднично украсить. На каждой из них будет представлено разные по высоте и пышности деревья. Стоимость новогодней красавицы – от 500 рублей. Светер к Новому году свободного кроя, большой, серо-коричневый. Прямо как в фильме «Брат». Как вам такой подарок? Некоторые жители краевой столицы, чтобы удивить своих близких, не пошли по легкому пути в магазин, а выбрали сложный и обратились к мастерам. Так какие же подарки могут стать настоящим сюрпризом к празднику в нашем материале? Культовый герой превратил в культ и свою одежду. Тот самый растянутый свитер спустя 20 лет после выхода фильма не выходит из моды. Его не купить, поэтому вяжут. Так в Барнауле к Новому году появился наш свитер брата. На мне он бы смотрелся почти так же, как на Сергея Бодрова, вернее, Даниле Болгрови. Здесь даже пуговицы почти та же, что в фильме. Хозяйка свитера очень попросила его не примерять, все-таки оставить это тому, кому он будет подарен. Бюджет фильма был ограничен, одежду искали, где придется. Этот знаменитый растянутый свитер купили в секонд-хенде за 35 рублей. Мастерица надежды собирала легенду по стишкам. Две недели искала пряжу. Ее снимают с производства. До полного сходства нужно подождать, пока он растянется. Воссоздав весь шарм вещи, девушка претендует на звание профессора свитера Бодрова. Есть форумы, на которых вязальщицы делятся секретами вязания. Есть особенная пряжа, из которой вяжется вот этот свитер. И там не одна ниточка, а две, чтобы был вот именно вот этот эффект, как в фильме. Вот, собственно, мелочь. Мелочи на окне Александра Лысикова на десятки килограммов. Из нее, как из конструктора, мужчина собирает фигуры. Это шея, это пошло туловище, это когти, если распилить. Сварка, обточка, покраска – в итоге изящный дракон. Или человек, или цветы. К Новому году уже готовы подарки органайзеры. Что сделать из шестеренок, каждый раз мужчина придумывает на ходу. И после железа переводит дух. Адреналин, наверное. Ну нравится, да, ну нравится у него. Когда из металла получается, я сам не думал. Мне вот вообще, если честно, я бы хотел научиться вот ковать. А Михаил Бирюк преображает цветы. Наносит на лепестки, нет, не эликсир молодости, а клей. Затем вот такой инии – это специальный порошок. Немного волшебства и букет в новогоднюю ночь можно вручать прямо под луной. А затем ежедневно заряжать их под лампой. Розы также продолжают светиться в течение некоторого времени, пока мама засыпает. То есть срока годности у них вообще нет? Вообще нет. Тут уже вопрос в том, как долго цветы протянут. Выбрать оригинальный подарок или что-то практичное решать, конечно, вам. Но не забудьте порадовать своих близких к Новому году и поторопитесь. Осталось всего две недели. Анастасия Дороган, Николай Шелко, Андрей Печоркин, Алексей Фризин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом? Решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин. Все эти магазины в трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. На всей территории края пасмурно возможен снег. В Бийске и Белокурихе до 6 мороза. В Рубцовске минус 10. В Барнауле также прогнозируют осадки. Ветер юго-западноумеренный. В ночное время до 11, днем до 9 градусов ниже 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. У меня на этом все новости. До встречи.